Вы смотрите итоговый выпуск программы «Дефакто» о событии и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Карты, фишки и нелегальный кэш. Закончено расследование уголовного отдела о подпольном казино в Жлобине. Больше не тайна следствия. Раскрыто убийство двух мужчин, совершенное в одном из дворов Гомеля. Наезды на пешеходов. Все еще головная боль инспекторов. В рейде с ГАИ побывали наши корреспонденты. Как встретить Новый год безопасно для себя и окружающих. О правилах в быту и на массовых мероприятиях. Репортаж Вероники Гомзюковой. С какими результатами работники МЧС завершают год и почему безопасность детей в центре внимания поговорим с заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Андреем Григоровичем. Начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. Хорошо, когда сосед – ангел-хранитель. На пожаре в городе Ветка мужчина спас односельчанина от гибели. Возгорание произошло в частном доме на улице Калинина. В помещении находился пенсионер. Его сосед увидел пожар, вызвал спасателей, но решил не сидеть, сложа руки, а действовать. Через оконный проем проник в дом и вытащил из незадымленной комнаты мужчину 1947 года рождения. Позднее медики госпитализировали пострадавшего. Похожий случай произошел в деревне Заболоте Октябрьского района. Там тоже был спасен человек, только в этот раз жизнь хозяину сохранил автономный пожарный извещатель. Мужчина спал в комнате, услышал характерный звук противопожарного устройства, проснулся и увидел тление постельных принадлежностей. Вышел на улицу и начал просить о помощи. Один из автомобилистов помог мужчине потушить возгорание. Сколько веревочки не виться, а конец будет. Оперативники Новобелецкого района Гомеля таки задержали преступника, который обворовал с десяток человек. У некоторых пропала крупная сумма денег, у гомельчанки, например, грабитель отобрал велосипед. В агрогородке Луковье у сельчанина пропала акустическая система и телефон. В микрорайоне хутор областного центра у мужчины с дачи похитили весь электроинструмент. Милиционеры задержали вора. Часть похищенного вернулась владельцам. Свыше 350 литров спиртного выявили правоохранители у жителя Мозорского района. В момент, когда милиционеры нагрянули с визитом, хозяин подворья перекладывал канистры со спиртосодержащей жидкостью из хозпостройки в автомобиль. Всего было обнаружено 220 литров расфасованной спиртной продукции. Дома также оказалось немалое количество алкоголя. 129 бутылок брендов различных наименований не имели акцизных марок Республики Беларусь. Начат административный процесс. В Добружском районе у местного жителя правоохранителя изъяли самодельный пистолет. О том, что 53-летний житель Дубровки хранит незарегистрированное огнестрельное оружие, стало известно пограничникам из войсковой части 1242. Пистолет нашла следственно-оперативная группа. В канале ствола находился патрон. Согласно заключению эксперта, пистолет изготовлен из металлических деталей преимущественно хозяйственно-бытового назначения и является гладкоствольным огнестрельным оружием калибра 6,7 мм. Возбуждено уголовное дело. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП, которое произошло в Светлогорском районе на автодороге Светлогорск-Сосновый-Бор-Паресье. Водитель автомобиля «Мерседес» столкнулся с грузовиком «Урал», который остановился ближе к правой обочине. В результате происшествия 32-летняя девушка-пассажир легковушки, находившаяся на переднем сидении, погибла на месте. Остальные пассажиры и водители с травмами госпитализированы. Карты, фишки и нелегальный кэш. Завершено расследование уголовного отдела о деятельности подпольного покерного клуба в Жлобине. С 2014 года удачу за хвост там пробовали поймать более 300 игроков. Владельцами казино были 44-летний житель Жлобинского района и двое его товарищей. Один из них вышел из бизнеса через два месяца после открытия. По сути, заведение позиционировалось как бар, а покерные столы были для антуража и досуга клиентов. Долгое время в Далоговой не знали, что руководство клуба проводило турниры с призовыми фондами и кэш-игры. 160 тысяч рублей – такова недополученная сумма бюджета. Двум фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения. Задержан подозреваемый по делу о двойном убийстве в Гомеле. Трагедия произошла 14 июля этого года во дворе многоэтажной застройки микрорайона Гумсельмаш. На улице Дворникова были найдены тела двух мужчин в возрасте 38 и 32 лет, которые в ночное время в беседке слушали музыку. У погибших остались несовершеннолетние дети. Правоохранители взялись за расследование уголовного дела. Были опрошены свидетели и множество возможных очевидцев. На подозреваемого удалось выйти в декабре. Им оказался 23-летний безработный местный житель, ранее судимый за мошенничество. С первых минут после совершения преступления правоохранители начали плотно работать над его раскрытием. День за днём методично обходили квартиры, опрашивали граждан и возможных свидетелей. Проверялись все лица, имевшие криминальное прошлое или ведущие антисоциальный образ жизни. Оперативно-засные мероприятия не останавливались ни на один день. В настоящее время по подозрению в совершении убийства задержан 23-летний ранее судимый гомельчанин. Он даёт признательные показания. Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Фигурант дела арестован. Совместно следственно-оперативная группа МВД и Следственного комитета продолжают сбор доказательной базы. Республики Беларусь проводят различные мероприятия, в том числе и совместные рейды с представителями средств массовой информации. 21 декабря примерно в 22.30 в деревне Дублин Брагинского района произошло ДТП. 25-летний водитель, управляя автомобилем «Фиат», двигаясь по улице Гагарина, совершил наезд на лежащего на проезжей части неработающего 41-летнего местного жителя. По внешним признакам тот находился в состоянии алкогольного опьянения и без световозвращающих элементов. В подобных случаях при выезде на осмотр места происшествия исследуется вечно следовая информация на месте происшествия, а также техническое состояние транспортных средств. После чего, по результатам проведенных следственных экспериментов, следователям устанавливается наличие либо отсутствие у водителя технической возможности предотвратить наезд на пешехода. Виновными в гибели пешеходов не всегда являются водители. В деревне Хутор Светлогорского района автомобилист наехал на мужчину, который катил свой велосипед по проезжей части. Экспертам удалось установить, что пешеход был пьян, а на его одежде и транспортном средстве не было световозвращающих элементов. Учитывая, что причиной ДТП послужили неосторожные действия погибшего, уголовное преследование в отношении водителя и предварительное следствие по делу были прекращены. Тем не менее, жизнь человеческая оборвалась по причине проявленной неосторожности, и об этом не стоит забывать, особенно зимой. В этот период увеличивается тормозной путь транспортных средств. К сожалению, наши пешеходы не в полной мере зачастую оценивают обстановку. Переходят в проезжую часть, не обращая на эти моменты внимания. Зачастую, к сожалению, водители не могут, не бывает, что в ряде дорожных происшествиях не успевают остановиться в транспортное средство, совершаются наезды, и граждане получают серьезную вещь. Правоохранители постоянно проводят информационно-разъяснительную работу по вопросам соблюдения правил дорожного движения среди всех категорий населения. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов фиксируются в сводках через день. За 20 дней декабря зарегистрировано 16 наездов на пешеходов. 4 человека погибли и 14 были травмированы. К административной ответственности за неполный год было привлечено свыше 8,5 тысяч водителей, которые не предоставили пешеходам право на преимущество в движении. Проблема и в пренебрежении фликерами. Порой пешеходы просто забывают о том, как это важно. Сегодня я, конечно, подарю вам фликеры, да? Я могу сбегать вот это. Не, не надо, не надо, не надо дедать. Ну, я одену фликеры, потому что это очень важно. Вы же, ну, должны пример хорошего подавать ребенку своему. Он оставил на пакете, мы со школы шлянем, и он на пакете. Я понимаю, больше никогда не оставляю его, хорошо? Я тебе одену на ручку фликер и выноси всегда, хорошо? Тебя зато будет далека видно, потому что вот дядя снимал тебя на камеру, да, и тебя не было видно вообще. А так ты будешь видеть нас далека-вдалека, хорошо? Только не забывай, хорошо? Ну и маме подарим фликер. Вот, берите себе, пожалуйста, своего ребенка. Я говорю, забыла она его. Эта женщина на велосипеде передвигалась по центру проезжей части. Сотрудники ГАИ остановили ее поздним вечером в советском районе Гомеля. Велосипедистка получила замечание за то, что ее транспорт не был оборудован фонарями. Как того требуют правила. С ней провели профилактическую беседу и наклеили на велосипед дополнительные светоотражающие элементы. В связи с предстоящими праздниками сотрудники госавтоинспекции в очередной раз обращаются ко всем участникам дорожного движения. Напоминают о том, что только неукослительное соблюдение правил дорожного движения поможет снизить нам количество происшествий на дороге. Если вы увидели нетрезвого человека на дороге, либо человека, который садится за руль, пожалуйста, наберите номер телефона 102, предупредите о таком человеке, чтобы мы имели возможность предотвратить беду. В этом году к административной ответственности привлечено более 3,5 тысяч пешеходов. 16 тысяч граждан, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте, могли стать жертвами или виновниками ДТП. В отношении них сотрудники ГАИ вовремя приняли предупреждающие меры. В Беларуси проходит третий этап республиканской акции «Безопасный Новый год». В рамках комплекса мероприятий спасатели напоминают, как встретить 2020-е без происшествий. Сотрудники милиции ГАИ переходят на усиленный режим работы. Вероника Гамзюкова узнала, как готовятся к праздникам специалисты разных сфер. В Новый год и в первые несколько дней после него к правоохранителям обращаются в два раза чаще. Ежегодно в этот период милиция переходит на усиленный режим работы. Гамильчанам напоминают, что места массовых гуляний будут ограничены турникетами. Людей будут досматривать с помощью металлодетекторов. Такие меры принимаются, чтобы никто не смог пронести на праздник алкоголь, а также холодное и огнестрельное оружие, запрещенные вещества и боеприпасы. Убедительно просим граждан проявлять бдительность, своевременно информировать милицию о подозрительных лицах, либо оставленных без присмотра предметах и вещах, а также с пониманием относиться к принимаемым мерам безопасности. Накануне новогодних и рождественских праздников УВД Гомельского облсполкома напоминает о соблюдении общественного порядка, мер личной и имущественной безопасности, а также правил дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий. На усиленный режим работы переходят и сотрудники ГАИ, и это не случайно. Под Новый год количество ДТП увеличивается. В будние дни в среднем выявляется 6 нетрезвых водителей, в праздники цифра становится больше. Так, 1 января 2019 года было выявлено 12 нетрезвых водителей, а в первый день 2020-го 14 пьяных за рулем. Госавтоинспекция напоминает всем автолюбителям о недопустимости управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Не обращайте праздничное настроение как себе, так и другим участникам дорожного движения. Также госавтоинспекция хочет обратиться к автолюбителям и родителям о том, что начинаются школьные каникулы, и хочется обратиться к родителям о том, чтобы еще раз напомнили своим детям о соблюдении правил дорожного движения и о том, что дорога – это не место для игр. Заблаговременно обдумывайте маршрут своего движения до места празднования и обязательно оставляйте свой личный автотранспорт на специальных отведенных стоянках и площадках. Одно из самых опасных развлечений в новогодние выходные – это фейерверки и петарды. С 11 августа этого года запрещена продажа пиротехнической продукции как оптом, так и в розницу. Однако, если у вас есть пиротехника, ее использование должно строго соответствовать правилам безопасности. При этом ни в коем случае не создавать предпосылок к нарушению общественного порядка, а также к возможному причинению вреда окружающим. Тем не менее, многие не обращают внимания на предупреждение об опасности. Медики отмечают, что в новогодние каникулы люди чаще попадают в медучреждения. Причины – термические ожоги глаз, рваные раны лица и рук, закрытые черепно-мозговые травмы. Близится Новый год и новогодние праздники. Ну и традиционно в эти дни у нас бывают специфические травмы. В этот период люди используют пиротехнические различные изделия. Это происходит часто бесконтрольно. И это опасно для жизни и здоровья людей. Особенно для детей. Ну и чем младше, тем опаснее. Мы не рекомендуем вообще использовать пиротехнические изделия. Все они опасны и могут вызывать термические поражения кожных покровов. Пиротехническая травма также наносит механическое повреждение. Бывают вплоть до отрывов фаланг пальцев, кистей. Таких людей нужно экстренно оперировать в новогодние праздники совместно с травматологами. Длительная реабилитация, инвалидность. В общем, след на всю жизнь. Поэтому не рекомендуем использовать пиротехнические изделия в целом. По поводу оказания первой помощи. Если вдруг попал осколок или пламя в лицо, необходимо закрыть пораженный участок тела и ни в коем случае не пытаться отрывать одежду, если она прилипла. При ожоге нужно промыть кожу холодной водой. Затем обязательно вызвать скорую. Чем больше выходных, тем больше травм. Чаще всего это дети, которые по неосторожности обжигаются кипятком. Для ребенка достаточно одной чашки кофе, чтобы попасть в наше отделение, в том числе в отделение реанимации. Поэтому держим все горячее, жидкое подальше от детей, внимательно за этим следим и осторожно обращаемся с огнем. Новый год также одно из самых пожароопасных мероприятий. С 1 по 3 января 2019 года в области было зафиксировано 25 пожаров. 14 из них произошли по причине неосторожного обращения с огнем. За аналогичный период 2020-го 24 происшествия по линии МЧС. Шесть из них случились по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Пользуясь случаем, хотелось бы в очередной раз напомнить нашим гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности, о недопустимости курения в постели и оставления малолетних детей без присмотра. 25 декабря в Беларуси начался заключительный этап республиканской акции «Безопасный Новый год». До конца года спасатели посетят места массового пребывания людей, поздравят белорусов с наступающим праздником и напомнят о правилах безопасности. Вероника Гамзюкова, Сергей Комков, Евгений Макеенко. Специально для программы «Дефакто». 2020-й был непростым для каждого из нас. Да что там, для всего мира. Пандемия, климатические изменения, экономические потрясения и противостояние в политической сфере. Хочется, чтобы Новый год прошел душевно и без негативных новостей. О том, каким он будет для каждого из нас, конечно же, от нас и зависит. Особенно, когда речь идет о безопасности. О ней и об итогах работы спасателей в уходящем году прямо сейчас в студии программы «Дефакто» поговорим с заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС по идеологической работе и кадровому обеспечению Андреем Григоровичем. Андрей Иосифович, здравствуйте. Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые зрители. Андрей Иосифович, о чем говорит картина происшествий в Гомельской области, на которые реагировали спасатели в этом году? В целом, проводимые мероприятия Гомельским областным управлением МЧС совместно с местными органами власти, заинтересованными субъектами профилактики, позволили повысить уровень пожарной безопасности на территории нашей области. Об этом говорят и цифры статистики. В общем, количество пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось более чем на 4%. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей, от чрезвычайных ситуаций удалось спасти более 155 человек. И спасибо вам за это огромное. Андрей Иосифович, неосторожность в обращении с огнем, это главная причина всех пожаров на территории нашей страны, территории Гомельской области. Но всем пожарам предшествуют факторы. Факторы и условия, которые способствуют возникновению пожара. О чем идет речь? Если сегодня в целом говорить про факторы, то здесь хочется отметить, что в основном более половины чрезвычайных ситуаций произошли в результате элементарного несоблюдения гражданами норм пожарной безопасности. В целом, если говорить про факторы, то более половины чрезвычайных ситуаций на территории Гомельской области произошло из-за несоблюдения гражданами элементарных требований норм безопасности. Здесь хочется отметить и неправильные действия, и забывчивость, которая приводила к негативным, а порой и трагическим последствиям. Если говорить по причинам, то более 50% пожаров, как и в принципе и в прошлом году, произошло по причине неосторожного обращения с огнем. Если взять технические причины, в целом количество пожаров по техническим причинам снизилось. 17% пожаров произошло по причине нарушения правил эксплуатации монтажа печного отопления, и 12% это нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. В частности, что здесь хотелось бы порекомендовать? Конечно, сегодня электрические приборы необходимо использовать только в соответствии с инструкцией и руководством по их эксплуатации. Необходимо на протяжении топительного периода осматривать дымоход печи, корпус печи на предмет выявления каких-то неисправностей. Ну и, конечно, не топить длительное время печь, не более 2-3 часов для того, чтобы не было перекала печи. Что касается условий, то здесь хочется отметить две составляющие. Основным условием гибели наших граждан явилось состояние алкогольного опьянения. Если брать следующий фактор, то здесь хочу отметить, это также преклонный возраст. То есть это наши старики, пенсионеры, где-то ввиду физического состояния, ввиду забывчивости, невнимательности, также совершали действия, которые приводили и к чрезвычайным ситуациям, и к трагическим последствиям. К сожалению, на пожарах иногда страдают дети. Какова статистика по этому вопросу? И что собой представляет акция «Безопасный Новый год для детей», которую сегодня проводит МЧС Республики Беларусь? В целом, проводимые мероприятия позволили в текущем году исключить негативных последствий, которые были связаны с гибелью детей. Что касается республиканской акции «Безопасный Новый год», все мы сегодня в предвкушении праздников, в предвкушении веселья, но иногда в суете праздничных забот забываем о элементарных требованиях безопасности. И эта акция как раз направлена на то, чтобы напомнить и детям, и взрослым о безопасном поведении. Акция состоит из четырех этапов. В настоящее время проводится третий этап. В рамках этих четырех этапов были охвачены все категории. Первый этап был направлен на граждан пожилого возраста. На втором этапе мы работали с школьниками, с детьми дошкольного возраста. Сейчас мы работаем на спортивных объектах, работаем на ледовых катках и также на учреждениях здравоохранения, именно профилированных на лечении детей. Ну и остается у нас заключительный четвертый этап, который будет проходить с 25 по 31 декабря. И этот этап будет направлен на объекты с массовым пребыванием людей. Ну и, конечно, мы не оставим без внимания новогодние утренники. Обязательно в игровой форме расскажем детям об основах безопасного поведения. Акция интересная, яркая, много впечатлений у детей. Наверняка кто-нибудь из них после этого захочет связать свою судьбу со службой в органах МЧС. Какой опыт можно предварительно получить до поступления в специальное учебное заведение? Безусловно, наверное, одним из приоритетных направлений является работа с детьми, с подрастающим поколением. Поэтому для того, чтобы набраться уверенности, понять, все-таки склонен ли человек сегодня к профессии спасателя. Потому что служба в органах и подразделениях, с учетом тех критериев, которыми сегодня должен обладать спасатель, это и самоотверженность, это и готовность рисковать своей жизнью ради спасения жизни других граждан. Это, скорее, призвание и, наверное, образ жизни в определенной степени. Поэтому у нас есть очень хорошая школа. Это специализированный лицей при Университете гражданской защиты, который находится на территории Гомельского района, куда поступают юноши, окончившие пять классов среднего образования. Сама программа обучения направлена на то, чтобы, окончив лицей, юноши поступали в Университет гражданской защиты и, конечно, связывали свою дальнейшую судьбу с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям. Андрей Васильевич, давайте перейдем к вопросам все-таки празднования Нового года, в бытовую плоскость перейдем. И как так отметить Новый год, чтобы не допустить пожара? Ведь все-таки по разным причинам они все-таки происходят в нашей повседневности. Для того, чтобы новогодние праздники не омрачались чрезвычайными ситуациями, конечно, надо обратить внимание на те факторы, которые сегодня присутствуют у каждого из нас. Это и новогодняя иллюминация, это и использование каких-то пиротехнических изделий, бенгальских огней. Поэтому здесь надо проявлять бдительность, осторожность. Ни в коем случае не надо покупать продукцию, которая не сертифицирована, которая сегодня не отвечает требованиям безопасности украшать этой продукцией елки. Не надо пользоваться открытыми источниками огня. Конечно, необходимо обратить внимание на малолетних детей, чтобы не допустить происшествий с участием детей в плане пиротехники, ее использования. Также необходимо помнить о том, что сегодня использование бенгальских огней, пиротехнических изделий в помещениях и зданиях запрещено. Всегда показываем это видео, и оно говорит о том, как быстро может загореться новогоднее дерево. Особенно настоящее новогоднее дерево, то есть елка, купленная на рынках. Вот, пожалуйста, пример. Три минуты и пожар во всей комнате. Особенно, конечно, быстро сегодня горят не искусственные, а натуральные елки, которые мы сегодня живые устанавливаем у себя в квартирах. Поэтому, конечно, необходимо помнить, что такие елки необходимо устанавливать подальше от приборов отопления, от каких-то источников открытого, может быть, где-то огня, и, конечно, от электроприборов. Андрей Иосифович, еще одна тема, которую мы не можем обойти, это выход на лед. Часто смотрим, что с наступлением холодов начинается рост происшествий, утоплений и каких-то более печальных последствий в плане массовых каких-то неприятных вещей. Как этого избежать? О каких правилах нужно помнить? И как определить, что выход на лед будет безопасным или небезопасным? Гомельским областным управлением МЧС совместно с заинтересованными субъектами очень много проводится рейдовых мероприятий. Активно работаем также в учреждениях образования, напоминаем детям о элементарных требованиях безопасности при выходе на лед. Также активно работаем со средствами массовой информации. И, наверное, основной формой работы также является проведение практических занятий. Приглашаем учащихся и на практике отрабатываем действия, которые необходимо предпринять. Если есть угроза человеку, который находится в ледяной воде, и, конечно, оказание первой помощи. Ну и рассказываем о том, насколько сегодня опасен лед. И как по внешним признакам сегодня можно определить, безопасен ли он для того, чтобы на нем находился человек или нет. Когда он безопасен? В первую очередь, конечно, необходимо обращать внимание на цвет самого льда. Если лед имеет голубоватый или зеленоватый оттенок, то это самый крепкий лед. Если он матово-белого цвета, то это говорит о том, что он состоит из смёрзшихся между собой снежинок. И там могут быть воздушные карманы, которые могут представлять опасность для человека. Ну и, конечно, необходимо обращать внимание там, где сегодня есть какие-то участки с большим течением, которые не промерзают. Там, где произрастают какие-то водные растения. Вот эти участки являются самыми небезопасными. Ну и такой, наверное, уже бытийский совет, когда нет протоптанных следов. Если мы находимся на каких-то водоемах, с которыми мы не знакомы, то, наверное, такие водоемы не надо посещать. Особенно, если это всё засыпано снегом. Андрей Иосифович, я благодарю вас за конструктивный разговор и желаю всем спасателям Гомельской области и, конечно же, вам лично безопасного Нового года. Спасибо, Александр. А я от имени Гомельского областного управления МЧС хочу поздравить всех телезрителей с наступающим Новым годом. Конечно, хочу пожелать поменьше попадать в чрезвычайные ситуации, быть примером для своих детей, для своих близких. Своим коллегам, спасателям Гомельской области хочу пожелать поменьше выездов на чрезвычайные ситуации, чтобы все свои навыки и умения, они оттачивали только на учениях и занятиях. Берегите себя, берегите свои семьи и всем хорошего и бодрого настроения в новом 2021 году. На сегодня всё за происшествиями Гомельского региона. Следите в ежедневных выпусках «Де-факто» в итоговой программе. Встретимся в следующем году. Безопасных вам праздников! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин